друзья всем привет с вами андрюха и сейчас у нас следующая серия прохождение stalker ну тени чернобыля модификация возвращения легенды вертолет достал конечно так давайте глянем в прошлой серии мы с вами пытались штурмовать лабораторию x18 и у нас это не вышло потому что броня у нас было просто днище у нас до сих пор с вами бронь к кожаная куртка обычная плотная кожаная куртка с ней далеко не уедешь да вот такие вот дела что хотел сказать для начала я хотел в прошлой серии пойти значит сразу же сахарову и попробовать с ним поработать возможно там заработаю какую-нибудь бронь q но смотрите по заданиям так выкрасть отключить 4 пыры это нам все не интересно доктор рассказал о своей группе о стрелке клыке и призраке может удастся узнать у них какую-нибудь информацию спуск в x18 это понятно поиск документов на ростоке наследие хабарщика мародерса мародерство заказ артефакта найти вот кстати копавшие друзья у меня здесь светится исследовать темную лабораторию мы с вами конечно попробуем это все сделать но также смотрите исследовать подземелья янтаря исследовать лабораторию на территории янтаря да и есть еще один прям на медприборе исследовать подземелья медприбора в поисках информации поэтому друзья скорее всего не придется мне прям сейчас идти значит к сахарову а мы сделаем проще мы сейчас исследуем подземелья самого медприбора ну не агропром вот собственно вот здесь вот это у нас и находится там тайник стрелка я так понимаю так исследовать саркофаг исследователь гостиницу припять узнать о судьбе почему то вот здесь вот нету я не вижу поиск документов пропавшие друзья вот это все понятно а нам нужно подземелья медприбора исследовать ну это локация у нас так и называется не медприбор вот нам предлагают зайти значит вот с этого входа ладно хорошо раз предлагают значит с той стороны и пойдем что-то мне подсказывает друзья что возможно мы там найдем хоть какую-то броню сто процентов должны найти ёптишь мать идите кого в жопу нихуя все там целые отряды болеть твою мать это жесть это жесть ну ничего такого страшного так миф и легенда номер четыре кто-то добрался до антенны и облучил себя но на этом не остановился начал выносить себе начал вносить себе коррекции за коррекцией кооперировал свой внутренний мирок во что он превратился неизвестно его цель была сделать себе всесторонне развитое божественное сознание которое открыть подсознание использовать все ресурсы мозга я лучше вот этой дорогой пойдем да это конечно трэш нарвались на стаю нарков снорк как правильно сказать снорки снорки короче шнурки блять давайте покормим так у нас особо поесть то нечего сейчас пойдем исследовать подземелья медприбора так а у нас же тут нет аномалия в другом месте не знаю повезет нам или нет ну будем надеяться идем мы вроде правильно да рядом с аномалией есть вход сейчас самое главное не нарваться на кого нибудь жестко на что нибудь такое жесткое особенно на военных не хотелось бы ну смотрите-ка ебать тут давайте-ка немножко пробежимся блин по-хорошему бы конечно разгрузиться перед такой вылазкой было бы неплохо так это еще что блять такое жесть блять я так и знал так и думал что этим кончится не повезло друзья забываю короче ставить быстрое сохранение нам надо в принципе а какая блять разница с какой стороны залезать в эти подземелья давайте короче залезем как обычно мы спускались обычно в подземелье вот так и пошла жара мужики говорят блин а у нас а пока у нас с вами полным полно хабара давайте его попробуем сейчас где-нибудь здесь и ночь ну давай давай восстанавливайся так чё скинем вот это все поскидываем блин артефакты тоже никак не скинуто особо нет гранаты нам пригодятся блин особо то скинуть то нечего ремнобор сколько вещь а инструмент для калибровки два с половиной кило артефакты пол кило весят чё бы такого скинуть нам все понадобится 35 килограмм максимум 40 блин по хорошему бы арты тоже скинуть ладно или все-таки по заданию идти и вот здесь войти куда и надо так модель биты давайте наверно все-таки друзья по заданию пойду а то вдруг что-нибудь опять нарушится это же сталкер какие-то что-то слетит там что-то будет не выполнено так и в 5 на всякий случай вот тут есть одна заветная дырочка в стене в нее наверное и заберемся блин как бы обойти всех этих упырей а что вы сюда идете блять пошли в жопу блин в таком состоянии лезть о братан а чё с тобой случилось блин это ничем хорошим я чувствую не закончится и главное все блять за мной включая вот этого дебила дебила блять так и в 5 на всякий случай чё ты светишься по блять так чё бы перекусить патриков у нас правда с вами очень мало так идем вроде правильно вы чё все светитесь блять и а как туда пробраться блин у меня патроны практически абсолютно вот нет на них тратить почему они блять светятся чё блять с вами не то так ну это жесть друзья f5 на всякий случай лезем в жопу мет прибора так мифы и легенды номер 35 один из армейских патрулей обнаружил пустую землянку через которую сбывались артефакты патруль куда они уходили после продажи неизвестно армия усилила кордон патруль патрули находили прилегающую территорию наводнили прилегающую территорию к зоне отловили порядка семидесяти браконьерствующих сталкеров накрыли около десяти подпольных торгов чё это было блять блин друзья что-то у меня такое ощущение что я даже и эту пройти не смогу в смысле это подземелье это жесть это вообще жесть какая-то блять спустился блять кто-то взорвался выход вообще трэш это лютый трэш а весь этот лютый трэш из-за того что у меня нет нормальной броньки и 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 короче понятно это он по моему зря я сюда сунулся тоже и вообще лютый полный пиздец не друзья загружаем игру в подземелье медприбора зря 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 я туда залез чудовище вот кто я подумал сталкер постоянная война зона эти артефакты плеши чертовых в кого я превратился бездушную военную машину о которой так мечтали наши генералы похоже на то видно жить не осталось недолго солдат задумавшийся по смерти долго не протянет в общем друзья как мы выяснили без брони вообще куда-либо лезть не имеет никакого смысла никакого смысла нет на болото зачем нам на болото нам на янтарь надо короче без брони вообще ни туда ни сюда ладно черт раз уж такие дела придется все таки идти а хорову по-другому никак как сахарову можно попасть чем можно попасть только обойдя ни с другой стороны да не ожидала конечно такой жопы модификация блин довольно таки довольно сложная без брони сделать нечего ну ладно попробуй попытка говорится не пытка попробовал ничего страшного значит будем зарабатывать деньги на нормальную броню так и желательно как можно быстрее так у нас сколько с с вами монет 4 800 до но за эти деньги мне кажется ничего такого серьезного мы не купим поэтому значит все таки идем к сахару сдаем все вот эти вот приблуды выполняемого задания и только после этого пытаемся хоть как-то накопить на броню а может нам даже посчастливиться так давайте чекнем сразу читает пробежал тайнички же еще никто не отменял как мертвый военный лежит так тут у нас абсолютно ничего нету и здесь особо тоже ничего интересного ну ладно ничего интересного так ничего интересного идем значит к сахару так ну что где-то ходят зомби зомба чьи отрется блин у нас катастрофически не хватает денег ни на что в этой модификации мы будем надеяться что нибудь нам сахаров предложит какой-то выход из этой ситуации довольно непростой так ну идем в принципе то правильно и тут кстати тоже висит у нас задание вот подземелье янтаря надо исследовать так же у нас тут уже есть тайничок и люка фагота его тайник да больше к сожалению тайничков пока не вижу ну ладно итак 24 сталкеры путешествуют по зоне со своими целями которые могут разниться от попыток разбогатеть до поисков причины возникновения зоны янешно янешно Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья... Значит, мы с вами на янтаре... На янтаре и нам нужен сахаров... Да, тут, конечно, обстановочка тоже жесткая... Такое ощущение, что сейчас будет скоро выброс... Выброс будет... Будет ли, конечно, непонятно... Вот уже ученые гоняют... Так, тут раньше можно было наверх забраться... Тут и сейчас можно... И в другой какой-то модификации здесь были... Ящички нет... В данный момент никаких ящиков нету... Сахаров... Да... Не хочет он пока сама разговаривать... Сейчас зайдет к себе туда... Ты кто? У нас тут опять выброс... Здравствуйте, молодой человек... Извиняюсь... Что привело вас ко мне... Новое задание... Пережить... Выброс... Расскажите о выжигателе мозгов... Дело в том, что мы пока не подходили близко к объекту... Так что большинство того, что мы знаем об установке... Лишь слухи и теории... Единственное, что мы знаем более-менее точно... Это последствия ее воздействия на человека... Похоже, она неким образом влияет на разум любого... Кто подошел слишком близко... Основными симптомами воздействия являются... Мигрень, галлюцинации, туннельное зрение... И, как бы непрофессионально это не звучало... Зомбирование... Я бы называл эту установку дистанционным... Пси-излучателем... Однако прежде чем делать какие-либо выводы... Необходимо провести более углубленные... Углубленные исследования в этой установке... Профессор, я хочу проникнуть за территории... Накрытые пси-излучением... Сможете изготовить защиту от него? Мы не можем противодействовать пси-излучению... Пока не определена точная его природа... Мы боимся снаряжать своих людей... Ввиду крайне высокой опасности для жизни... Если вы осознаете, на что идете... То можете помочь нам... В определении всех степеней риска... И создании эффективного средства защиты... Так, я готов помочь науке... В изготовлении защиты от излучения... Второй вариант... Профессор, я хочу проникнуть за территорией... Накрытые пси-излучением... Вы можете изготовить защиту? Смотрите, как трясет жестко... Выброс... Отлично... Вы хочу сказать... Отчаянный человек... Не каждый полез бы в самое пекло... Ближе к телу, как говорится... Время – деньги... Да-да, разумеется... Давайте по порядку... Мы изучаем природу пси-активности... Очень давно... Чуть ли не с самого появления нашей экспедиции... В этих краях... Не так давно наш сотрудник... Расставил специально настроенные регистраторы... Аномальные активности... Разной типологии... Так вот... Регистраторы уже должны были... Собрать достаточную информацию... Осталось их только извлечь... И считать данные... Так вы понимаете... Добровольцы на это дело пока не нашлись... Так... Ну что... Я готов... Собрать регистраторы... В таком случае... Я отправлю вам на КПК... Примерные координаты местонахождения приборов... Их всего три... И расположены они в труднодоступных для мутантных местах... Когда доставите... Ищите моему коллеге Зобу... А мне остается только... Пожелать удачи... Берегите себя... Так... Новое задание... Первый регистратор забрать... Второй и третий... Так... Профессор... Я хочу проникнуть за территорию... Накрытой ПСИ-излучением... Помогите изготовить защиту... Мы не можем противодействовать... Так это я все уже читал... Имеется... Мне нужна работа... Есть вопросы... Как долго ваша экспедиция в зоне? Конечно... Задавайте свои вопросы... Постараюсь ответить... Как долго ваша экспедиция находится в зоне? О... Довольно долго... Все началось с первого выброса аномальной энергии... Который произошел в 2006 году... Тогда в срочном порядке зону... Цепили вооруженные силы Беларуси и Украины... Спустя несколько месяцев... В начале 2007 года... Сюда попала первая экспедиция ученых... Она состояла из научных сотрудников... Ведущих НИИ... Срам бывшего Советского Союза... В их числе был и я... Наш первый лагерь... Располагался на территории свалки радиоактивных отходов... Мы занимались в основном изучением... Первых аномальных образований... Как сейчас помню... Какой восторг вызывала у нас первая аномалия... Вызвала первая аномалия... Комариная плешь кажется... Ее сейчас так называют... Верно? Ого... А что с вами было потом? Когда начали появляться сталкеры... Мы начали нанимать их на поиск определенных артефактов... Вскоре это превратилось весьма... В плодное сотрудничество... И нам удалось выпросить... У правительства деньги на возведение... Изолированное от всех внешних угроз бункеров... Собственно... Мы сейчас с вами разговариваем внутри него... Спасибо большое... У меня еще есть вопросы... Профессор, расскажите о других мобильных лагерях ученых... Так... Всего за это время было заряжено очень много научных экспедиций... Но только три из них... Остались здесь постоянными наблюдателями... Первый бункер, который был установлен прямо из воздуха... Располагался близ территории села Капачи... Однако вскоре от той группы ученых не было вестей... И они считаются погибшими... Из-за их излучения выжигателя мозгов... Мы так и не смогли установить... А из-за излучения выжигателя мозгов... Мы так и не смогли установить... С ними какой-либо контакт... А где еще останавливались ученые? Вторым лагерем... Бункер, возведенный нашими... Нашими западными коллегами... На территории недалеко от города Чернобыль... На кладбище кораблей... Об этой экспедиции мало что известно... Поэтому... Потому как они были изолированы... Ото всех остальных научных партий... Понятно... Спасибо больше ничего... Спасибо... У меня еще есть вопрос... Чем я могу помочь внуки? Да в общем-то тем же... Чем и остальные... Приносите любые найденные аномалии... Образования... А мы за это щедро заплатим... Также вы можете выполнять... И поручения... По добыче определенных трофеев... Или зачистке местности... Естественно... Не за просто так... Спасибо... Да так... Уже и забыл... Что хотел... Хе-хе... Какая работенка имеется... Мне требуется... Некоторые образцы для исследования... Именно... Мозг-контролер... Нет... По боку... Мне нужна работа... Огненный шар... Нет... Это мне не интересно... Хочу стать сотрудником вашим... Ладно... Давайте глянем... Вот смотрите... Что у него есть... 28000 комбинезон Сева... Производимый в одном из киевских оборонных НИИ... Предоставляет отличную альтернативу комбинезонам сталкеров... Изготовленных в кустарных условиях... Встроенный бронежелез... Пособен остановить только пистолетную пулю... Однако... Система защиты от аномальных воздействий... По праву... Считается непревзойденной... Из-за возможности самостоятельной модернизации... И встроенного контейнера для артефактов... Многие опытные сталкеры... Отдают предпочтение именно этой модели... Ну вот... Гляньте... Пси-защита... Вообще... Жесткая... Конечно... Блин... Тронька... Нам бы ее... УЗК-5... 14 косарей стоит... Тоже небольшая защита есть... Смотрите-ка... Велес... Да... Медведь и Велес... Это... Похоже... Самые топовые... Дозиметр ИДС... ИДС является продвинутым... И довольно распространенным... Среди сталкеров прибором... Делает замер... Эквивалентной дозы... Ионизирующей излучение... В организме носителя... Несмотря на свои достоинства... Обладает рядом недостатков... Среди которых... Сбой в работе... И возможные неточности... В замерах... Показывает... Лишь... Приблизительный уровень... Заражения... А это у нас... 7000... Сварок... Он что... Покруче даже Велесу... Похуеть... Прототип сканера... Аномальных зон... Расширенной функциональности... Добавлена программа... Распознавания... Статичных зон... Аномальной активности... Которые имеются... В базе данных... При этом... Сохранена возможность... Обнаружения артефактов... Расположение... Аномальных зон... И артефактов... Относительно детектора... Отображаются... На специальном экране... Программа... Поиска артефактов... Включаемая... При попадании... Индикатора... А поднятие... Индикатора... Табло... На лицевой стороне... Усовершенствовано... Теоретически... Это позволяет... Обнаружить... Пока... Неизвестные... Науки... Аномальные образования... Понятно... Значит... Сварок... Покруче... Да... Диагностическая аптечка... Ну... У нас их пока... 5... Да... Энгальский огонь... 400... Лазурная колючка... 7... 300... Ебать его... Копать... Че там... Так... Ну что... Продавать... Не продавать... Это все дело... Батарейка... Почему лазурная колючка... Так... Ключка... Так... Дорогая... Заживление ран... Минус 50... Так... Кстати... А... Ему... Разве... Не нужны... Ему... Нужен артефак... Все-таки... Да... Так... Ладно... Забудьте... Пока... Значит... Наша задача... На данном этапе... Ну... Закрывайся... Кого вы там целитесь? Свалил! Свалил одного! Прикрой меня! Защитить... Станцию... От... Замбированных... В... Этож... Не замбированный... С того... Края... Адалurch... Ну... Сложно... Крой... Вас... Сложно... Опа... Ух... Сложно... Сложно... Как из меня... Ух... 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 Крой... Крой... Сложно... кстати был блин зомбарей почти не видно аптека найти артефакты слышите он говорит зомбировались или как это еще называть опачки тут у нас уже чё-то жёсткая ваня рашпиль тоже попал под излучение так на их по моему больше было я возьму по моему еще кого-то видимо не войну так отчетом высотела блять еще с другой стороны блин у нас патриков с вами не так много задание защитить с той стороны да они идут получается да он чешут упыри давайте выключим фонарик чтобы так и в 5 на всякий случай я их пока не вижу это зомби нет это не зомби вон они идут товарищи блять да сколько тебе надо ожидание обновлено да сколько можно блять может 3 отбили так сейчас сначала ебать у них вот жесткий блин чертая взял чай взял нижний хотел разрядить патрики хотел только взять пистолет взял обнаружено получено блин даже с этих чуваков на координатах я же говорил что эта тема мародерство это вообще огонь деньги и опять тайник охуеть так разрядить забрать что такое в спальный мешок нашли чё теперь можно спать где хочешь 13 рублей андрюха падла чувак все я у тебя тут чем заберу и тут еще один 248 рублей да их вообще шмонать милое дело зомбарей так и черность там блин они уже подходят близко на ну далеко и так не убегу хочу здесь ходишь там надо защищать он бегает сейчас я вам помогу так и в 5 на всякий случай ну давай же ты чё ё-моё там наши гибнут патриков практически нету это нормальный чувак это блэк по ощущениям ни хрена щи тут нагрести лута можно вообще жестко аптечек уже на гроб 6 штук нормально нормально разрядить забрать я вы тут всех-то дайте мне хотя бы полутаться так ну чё тут же еще лежали трупаки где-то так на этот раз где опять сбоку да вроде компот надо хотя бы одного выстегнуть это что-то типа квеста вон они с той стороны пруд чё ты вот тут лутаешь блять у этого типа стопудов очень интересное должно быть какое-то оружие непонятно степка пацифист получи получи 0 блять да откуда вас тут сколько швейный набор какой-то ёб твою мать они жирненькие блять кто-то здесь ходит ну это вообще друзья лютый трэш конечно да кто там опять я чуть не понял чё блять происходит таким блять огнем помоги чё тут происходит блять опачки пси-шлем у меня есть не зря я их блять не зря я их тут мочил дорогие друзья блять подождите отчет не понял почему они у меня начали доубить я там но случайно в одного попал я психи-шлема но ну конечно же у меня его теперь нету блять психи-шлем держу его это жесть друзья это просто не не лука а жесть я уже нагреб и бачилу копать сколько всего и патрика в целую помойку опачки чужие медпарашу медкомплект чуваки дайте хоть повутаться немножко все ты труп здесь что происходит получи получи это наш блин вот жалко конечно что они меня вольнули упырье эти блять у пороги ни хрена понять не могу так ну что друзья ранили короче нам опять так и в 5 опять с той стороны надо вычислить да по кому в этом долбите это жесть полная и чё надо отразить все атаки до получается чувак мне хотя бы оставь что отразили опять защитить станцию для да сколько можно тайник опять смотрите друзья это вообще лютый трэш патрики только беру все остальное скидывал обнаружено денег 24 ебать на них можно поднять обнаружено 240 вообще это вообще трэш так их 5 опять поди защитить еб твои мать они там уже ломятся талкер вы спасли нас наш бункер определенно ждала гибель если бы не ваша помощь в качестве благодарности я берусь отладить ваш псих шлем вообще охуенно охуенно так их 5 5 патриками просто затарились сейчас подождите блин ладно сейчас кинем все эти патрики я так понимаю они особо сахар его не нужны у нас перегруз вообще жесточайший да так оно и есть я надеюсь можно скинуть в бункере все ненужные нам вещи на время ну закрывайся ёпта так спать можно только оснится нам трава трава у дома куда тоже можно где тоже должен быть ящик сто процентов куда можно пока временно скинуть здесь не открывается ну вот я же говорю что здесь где то можно сто процентов так спальный мешок заворот кишок все вот это вот пока сюда вот поскидаем еще одна один лепесток гранаты могут нам понадобиться нет вот этих четыре бодяру скинем вот эти патрики все по скидываем да интересно кино вот это тоже можно по скидывать все равно 37 до все остальное нам как бы надо вот это еще вот скинем смотрите пока бегали я сейчас вот не удивлюсь если сейчас еще столько же наберем так а у нас у нас друзья список заданий выкрыть документы все установки узнать о судьбе спуск на эти две части поиск документов вот у нас регистраторы регистраторы у нас регистраторы первый регистратор забрать ну бляха-муха где они на карте нету а как их отметить не догоняю что то искать их придется исследовать подземелья так ладно найдем эти блять регистраторы что темнеет походу сейчас опять выброс будет сейчас мы сначала полутаемся вот смотрите пропустили так тут пусто денис рудокоп хорошо хоть рудокоп так еще кто-то видите нам все равно по-любому надо подчислить трупаки потому что мы на них можем тайнички найти вот пока ползали вот тайничок вот этот был еще один тайник добавился поэтому нужно их как следует обыскать все трупаки которые мы найдем в 5 так хочу в трубе еще ни хрена может настреляли целую кучу блять так я не догоняю это еще чужой пиздос все установка так действует так ладно надо отсюда сруливать все трубы короче исчезли как искать местонахождение я понять не могу второй регистратор третий регистратор а описание ёпта да блять что это со мной это хрень еще и забирает так съедим что-нибудь описание же есть друзья я сам мослик так не на то нажали первый регистратор первый регистратор находится на заднем дворе цементного завода рядом с воротами и огненной аномалией второй регистратор находится где внутри мусорного контейнера на северо-восточной части янтаря неподалеку от бетонных труб третий регистратор находится на островке посреди болот вот здесь же остров есть у нас изи вообще на островке посреди болот но я точно знаю что здесь где то есть островок опа 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 вот он третий регистратор отдать прибору зубу кто да я не хочу ничего такого так 3 3 мы нашли да второй регистратор находится внутри мусорного контейнера на северо-восточной части янтаря возле бетонных труб первый регистратор находится на заднем дворе цементного завода ну задний двор ну вот цементный завод вот к нему подъезд задний двор где-то должен быть вот с той стороны и получается так особо перегрузила нас пока нету так и 5 на всякий случай задний так а может вот это вот есть трубы тут какие то есть прибора нет зато опачки вообще огонь блин тут целый клан дает оказывается на заднем дворе цементного завода надеюсь ты нам броньку какой-нибудь подкинешь сахаров так как правильно там было написано на заднем дворе цементного завода рядом с воротами и огненной аномалии рядом с воротами и огненной аномалии на заднем дворе это что такое ах ты блядь не успел не успел я съесть аптечку друзья ладно не успел так не успел рядом с огненной аномалии там была вроде огненная аномалия а еще кроме огненной аномалии пиздюки и блять эти он бегать блять счастливый откинулся блять так что это все это же аномалия так и в 5 на всякий случай интересное кино вот ворота опачки друзья тут два артефактика так и в 5 на всякий случай будем пробовать и достать а как их достать они там чувствую стороны такой блять они страны музыка можно он один вижу лежит где 2 у конечно обойти этот дальний попробовать взять так думаете и проканает да на здоровье конечно вообще в говно битая водка есть блин водки нету зато есть миксами препарат радиозащитного действия опачки один удалось взять а второй как взять так и в 5 на всякий случай второй тоже примерно где-то здесь где он да ну нахер его так не возьмешь так прибор зато нашли короче надо снарягу нам нормальным использовать аптечку блин все что мы собирали там получается мы сейчас все потратим на поиски блин все аптечки потратим на поиски так нашел я значит 2 до на заднем дворе вот отдать зобу 2 регистратор регистратор находится внутри мусорного контейнера на северо-восточной части янтаря неподалеку от бетонных труб но я так понимаю если один был здесь 2 здесь 3 где-то там так и в 5 погодка еще смотрите для янтаря хорошее довольно таки неплохая по моему мне опять здоровье падает потихоньку помаленьку или мне кажется или как она есть трубы возле труп но это не возле тех труб точно хотя не знаю может и кажется что здоровье падает сколько трупов здесь набили а по факту ничего вот труба лежит нет бетонные трубы до 2 прибор до неподалеку от бетонных труб северо-восточная часть так как тут понять вверх по карте а где тут север где юг определять по деревьям вот бетонные трубы валяются к примеру куда-то засунул их но это явно не возле этих труб не возле этой трубы у трактор стоит вот у нас еще трубы есть так мы здесь нет ничего чего-то переживаешь где у нас тут еще труба там не трубы случайно нет никакой труб по коннельчику пройдемся так и в 5 на всякий случай мне наверно показалось что здоровье падает вроде как не падает темнище в тоннеле ну блять ученые разгуливают им по барабану нет трубы нас интересует пока вижу только бочки таки вот мусорный контейнер так труп пока не блять они меняющих фантома эти дрочат жесть какая-то какая-то аномальная зона блять вот трубы бетонные трубы возле бетонных труб не вижу кольцо бетонное вижу вон тоже трубы валяются мусорный контейнер возле бетонных труб так надо аптек блять блять он меня сейчас грохнул что вон жесть вообще же там еще один повсюду блять трубы так нахуй собирать тут чё-то возле каких труб где этот контейнер а вон контейнер упачки тут пусть вон он лежит давай 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 забираем надо валить отсюда да 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 отдать прибор зобу валим отсюда нахер тут вообще жесть так их 5 это трэш это трэш друзья в приборчике мы с вами нашли а кучу я сейчас получается нет смотрите я помог им отбиться от зомбарей и он мне настроит прототип я так понимаю правильно да у нас найдем зубы в четверг месте но надо все равно с сахаром попрещать это я так и не догнал зачтется мне не зачтется то что я эти приборы здесь собираю бегу что это вообще такое регистратор вот три регистратора у нас есть иначе ничего похож на современный сварочный аппарат блять ладно хотя чё-то похоже с психикой у дико уже случилось мы вроде безопасной зоне все равно в ушах эти странные звуки так хорошо отдать зобу да их надо чё ты тут сидишь а я знал ну закрывайся чё он еще и торговец оказывается здравствуй я принес регистратор такой регистратор под номером 1 хорошо очень хорошо считывание данных началось сейчас я дам результат сахару потеряны регистратора задание обновлено забрать следующие графе я принес регистратор ну под номером 2 очень хорошо считывание данных началось сейчас я дам результаты и ничего нам за это как бы не дают здрасте я принес регистратор номер три очень хорошо считывание началось тыры пыры растопыры мне нужна медицинская помощь не так уж и больно правда можешь идти торговля чего тебя есть блин а чё же вас дорогие то такие аптечки блин а кетрика сара так что привело вас ко мне я отдал все три регистратора зобу что теперь делать будем данные из приборов уже получены отличная работа молодой человек лично от меня небольшое вознаграждение но хоть какие-то деньги дал 1984 рубля прям как мой год рождения спасибо а что насчет защиты пока вы занимались поисками регистраторов я доработал один наш секретный неудавшийся прототип шлема защищающего от всевлияния и пусть вас не смущает его вид он выглядит как большие наушники с несколькими электродами касающимися лба и висков это все хорошо а можно получить один такой конечно только придется немного раскошелиться вот сука барыга сами понимаете его изготовка и калибровка обходится нам довольно дорого финансирование не к черту зато теперь когда мы имеем данные для настройки все шлема по дела наши пойдут в гору в общем подходите когда созрейте мы за чисто символическую сумму откалибруем рабочий образец пиздец какая сумма сколько стоит для ничего не сказал немного раскошелиться сколько немного блять глаз псевдогиганта не ладно спасибо не надо я полагаю вы осознаете я надеюсь она того стоит я подумаю над этим она того стоит не сомневайтесь молодой человек калибровка шлема позволит добиться максимальной защиты от всей излучения вы сможете свободно бродить по всей зоне без какого-либо ущерба рассудку и общий защитный потенциал быть максимальным так как вы помогли нам я дам вам устройство бесплатно хорошо я буду ждать полностью откалиброванного шлема колдуйте скажу вам stalker я начну калибровку ближайшее время приходите через пару дней так ну все понятно мой шлем уже готов нет еще зайдите позже но еще вы блять ух ты тут еще комбинезона ссп а чем он от этого отличается покруче до 37 950 и 33 900 верность 4 посоляствует а медведь не подавите отчет не понял у меня же велес еще же круче был какой-то детектор а вот сварок 6 900 поверю 4 но понятно понятно все с вами твердки факты такие дешевые батарейки всякие слюзнички огненный шар восстанавливающий минус 7 радиации минус 2 блин кому сдавать то все это добро ни хуя себе тут музыка играет товарищ сахаров блин ну такие такими темпами я ни хрена не смогу заработать ни на что блин чё делать то сдавать ему это все делали не сдавать но он сказал вроде как бесплатно через несколько дней до что делать или таскать за собой эти артефакты дозиметр блин друзья чё сделать сдать их не сдать бенгальский огонь 432 рубля просто мне кажется что в один прекрасный момент они стопудово где-нибудь в заданиях будут мелькать вот этот артефакт он дорогой лазурная колючка это общая защита 4 радиация минус 1 ботенка есть глаз сюда гиганта мне не нужен вот что есть принести часть тела снарка и огненный шар а у меня огненного шара нет есть мы все тогда принести артефакт огненный шар нам удалось получить артефакт в лабораторных условиях это прорыв теперь о наших успехах услышит весь мир а там и не нобелевская премия не загорали это уникальный артефакт пленка его главное качество защита от химических ожогов хотите я вам его подарю от имени науки однако одна просьба взамен не нужен артефакт огненный шар знаете такой уникальные термические свойства его поверхности требуют детального изучения берусь новое задание принести заказчику я по поводу задания вы прекрасно справились заданием позвольте вручить вам награду так задание обновлено принести огненный шар и она тут же выполнена получен получена пленка пленка чем защита 19 дорогой артефакт принципе то дороже по крайней мере чем шар как же мне блин денег-то накопить ладно подождем несколько всего наилучшего дайте мне один из ваших мелочи у чувака капсулами капсулы есть все забираю так чем будем делать друзья давайте с вами подумаем на дикую территорию нам с вами нужно боеприпасы сдать кстати а тут где-то не понял возле меня где-то два тайника на территории один в принципе недалеко вон там где-то сейчас посмотрим помните первый наш тайник там я очень много интересных штук нашли может в этом тайнике будет что-нибудь интересное по не я так понимаю костюмчик ну блять уж получше чем вот это в игрок на один тайник разрядить разрядить снять огнетушитель фута блять огнетушитель блять глушитель соединить глушитель отсоединить прицел разрядить но это явно поинтереснее чем вот это дерьмище он видите насколько он превосходит как он называется аромейский бронежилет псз 7 но тут я химзащита получше химзащита и электрозащита зато все остальное так а мы сможем его кому-нибудь продать это мне кажется мы не сможем продать что-то мне подсказывает так намет прибор нам надо ждать так мародерс уничтожить логово заказ артефакта а какого блять артефакта бармену достаточность ночную завезу подождем у нас такие вспышка огонь ну я так понимаю звезды никакой нету лазурная колючка шусулька шусулька так ладушки ломать мясо ломать мясо кому нужен вот кровососы блять не но я честно говоря пока через вот эту локацию идти не хочу это же у нас как раз расток и ездим так хорошо значит сейчас пойдем соберем все боеприпасы которые мы здесь насобирали пока охраняли и сдадим так и в 5 блин у меня дилема чё делать с артефактами здоров 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 здорово здорово через пару дней сказал приходить да взять все 56 ну и хрен я сдвинуть да я в принципе так и подумал я в принципе так и подумал сколько весит спальный мешок килограмм 45 грамм блин 55 так а если письмо наверно с 50 начнет ходить более-менее выпить водки так еще что ли водки выпить нет давайте но он стоп еще есть что нибудь все 49 до 54 9 вроде идет так и в 5 так ну что друзья я знаете что думал пойдем к мы сейчас опять на мед прибор и попробуем ждать это все дело продать точнее нам нужно заработать на нормальный броник хоть мы и нашли тут бронь но это так себе все равно армейский бронежилет он я бы не сказал что он прям особо какой-то выдающийся в нем тоже в жопу не полезешь и в какое-то значит лабораторию x тоже не спустишься тоже откинешься там по-быстрому поэтому интересно так перейти на другую локацию перейти посмотрим так 43 поступил ряд свидетельств о том как на честь появились странное сияние светившееся затянуто облаками серое промозгло утро подержавши несколько часов сияние исчезло хорошо переходим на мед прибор блин я до сих пор понять не могу где брать деньги на броню так у нас все вечер да уже ну да так нон стоп еще есть вроде есть возвращаемся кстати есть одна задумочка а если попробовать ну ладно бронек нам достался армейский так выйдите-ка в жопу блять кто здесь спуститься с какой-нибудь другой стороны тем более у нас нет так она и светится да просто входом здесь довольно таки много смотрите здесь можно спуститься здесь можно спуститься даже здесь можно спуститься знаете друзья что думаю сейчас мы сдадим значит наш перегруз и все таки спустимся в лабора в подземелье не нет прибора только с другой с какой-нибудь стороны и надо будет по максимуму и никого на горизонте и надо будет по максимуму кинуть все лишнее хорошо 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 как на первом этаже получается немножко я промазал так торговля короче все вот это дело скидываем это тоже все скидываем чаще скидываем граната так глушеки у меня есть 4 это у нас же для подствольника да вот еще для подствольника ешь вот эту фигню скидываем так что у нас в принципе патриков нам хватает 6400 так хорошо так у нас друзья есть спальник поэтому мы можем я надеюсь лечь в принципе где угодно так хорошо давайте его попробуем использовать использовать и что а он расстелился охуеть давайте до 9 часов следующего дня так мы проснулись все нормально в общем друзья на этом серии я заканчиваю значит сходили мы на янтарь помогли немножко сахарову пособирать значит детекторы его вот эти вот которые там снимали какую-то активность аномально было конечно интересно прикольно серия мне понравилось принципе сахаров нам сказал ждите калибровка шлема займет какое-то время так ладно друзья увидимся с вами следующие серии но кому видео понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи друзья всем пока до новых встреч